С утра сотни верующих актюбинцев спешили в городские храмы. Этот праздник, праздник крещения, для многих как повод отвлечься от суеты, помолиться за близких. Это праздник веры, которая так часто помогает в жизни, с которой легче жить. Для меня все это. Бог сына своего крестил, значит меня тоже крестил, я тоже крещена. Это для меня большой-большой праздник. Идем в церковь, потом вечером у нас это, как бы, приношу святую воду домой, даю каждому попить этой водички. Считаю, что она целебная, и она сохранит всю мою семью от болезни и от всего плохого. Мы вообще этот праздник заранее готовимся, готовим своих внуков, чтобы они верили. Беру даже вчера, брала внука своего, и ночью их купала в воде. Вчера в 4 часа ночи я их купала, умывала сегодня утром, набрала дома в 4 часа с-под крана, а сегодня сюда пришла на службу. Я верю, мужа учу. Ну, все стараемся верить. Вера, конечно, помогает не только мне, а каждому. И святая водичка тоже помогает. Какой-то добротой, каким-то благим делом, отношением к людям, чтобы не было злобы в душе, чтобы не желать никому ничего плохого. Только добро, добро и добро. К вере надо прилагать добрые помыслы и добрые чувства. В праздник крещения, или как его иначе называют, богоявление, освящаются все воды. Считается, что, окунувшись в крещенскую воду или испив ее, смываются все грехи. И уже с завтрашнего дня можно начинать жить заново, обновленными, чистыми, с чистыми помыслами. Первое, что надо начать, конечно, сегодняшний день с доброго дела, с любого доброго дела. Потому что мы часто и про деньги думаем, и про заботу, и про работу, и про здоровье, и про детей, а про добрые дела забываем. И вот сегодня Господь явно нам напоминает, что, в принципе, мы не машины, не роботы для того, чтобы какие-то дела делать. Мы люди, у нас есть душа. И вот душа, вот как тело просит хлеба, так и душа просит доброго дела. И вот сегодня всех вас призываю, хотя бы одно маленькое доброе дело, такой маленький духовный подвиг, но совершить. По словам Ира Монаха Нектария, добрые дела начинаются с самого простого. Так, к примеру, искупавшись в крещенской воде, муж должен преподнести жене подарок, а жена вести себя с мужем ласково, как в самом начале отношений. Олег Кинжалин, Алексей Уразов, программа «Факт».